К холодам готовы. Энергетики Республики завершили масштабные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Соответствующий паспорт готовности получила одна из ведущих электросетевых компаний региона – Мария Энерго. Кстати, в этом году ее возглавил новый руководитель. Подробности в следующем материале. Я надеюсь, что филиал Мария Энерго имеет такой вот коллектив, технически грамотный, сплоченный, умеющий работать и желающий работать. Успешно пройдут осенне-зимний максимум. Для Дмитрия Федорова это первый паспорт готовности, который он получил в роли руководителя Мария Энерго. Сменив на посту Виктора Котикова, возглавлявшего компанию почти 30 лет, новый директор успешно сдал первый экзамен. Вручению главного пропуска в зиму предшествовал большой объем работы. С начала года в Морел отремонтировано около 300 трансформаторных и распределительных подстанций, более 1000 километров линии электропередачи различного класса напряжения. С учетом лесных массивов на территории республики особое внимание было уделено расчистке и расширению просек ЛЭП. В итоге все работы специалисты Мария Энерго выполнили строго по графику, с соблюдением необходимых технических и экологических норм. Безусловно, приоритет это завершение ремонтной кампании, подготовка к сезону холодов, ну и дальнейшая оптимизация отношений с нашими партнерами. Считаю важным продолжение конструктивного взаимоотношения руководства республики МРСК, центра и Приволжья, в состав которого входит Мария Энерго как филиал. С помощью МРСК мы планируем продолжить работы в рамках инвестиционной и ремонтной деятельности по поддержанию нашего оборудования в технически исправном состоянии и его обновления. Кроме этого, приоритетами всегда у нас были вопросы охраны труда, производственной безопасности и трудовой дисциплины. Считаю необходимым продолжить обучение, в том числе наших сотрудников. Основное деятельность нашей компании – это человеческий потенциал, люди. Возглавить одну из ведущих электросетевых компаний республики Дмитрию Федорову поручили после его многолетней работы в сфере энергетики. Еще в 1995 году, тогда ему исполнилось 23, он начал карьеру в Мария Энерго с обычного монтера. Бесстрашно работал на высоте, опорах лэп, тянул провода, участвовал в ремонтной кампании. Затем стал мастером, после начальником Семеновского района электрических сетей, главным инженером Ишкаролинских электрических сетей. Последняя должность до назначения руководителем – заместитель директора по инвестиционной деятельности. Уже тогда Дмитрия Федорова называли своего рода преемником Виктора Котикова. Под руководством предыдущего директора компания Мария Энерго успешно пережила последствия экономических кризисов, наладив бесперебойный и надежный процесс электроснабжения республики. Что называется, работа у нас такая. Мы всегда рады участвовать в тех масштабных делах и проектах, которые реализуются руководством нашей республики. Ну и, конечно, гордимся тем, что в этих добрых начинаниях и переменах есть частицы и нашего труда. Сотрудники Мария Энерго поддерживают в исправности и обслуживают огромное энергохозяйство республики, включающее более трех тысяч трансформаторных и распределительных подстанций, почти 12 тысяч километров линии электропередачи. В сфере их внимания строительство новых объектов, технологическое присоединение к сетям новых потребителей. При этом специалисты Мария Энерго стараются использовать современные энергосберегающие материалы и технологии. И даже своими производственными объектами они умудряются украшать Ешкаралу. Взять, к примеру, городскую набережную Брюги. Здесь действует умная электрическая сеть. Ее элементы, связанные между собой высокоскоростной оптиковолоконной линией связи, позволяют диспетчеру со своего рабочего места не только собирать и обрабатывать техническую информацию, но и управлять энергооборудованием. Производить необходимые переключения и перераспределять нагрузку. Все это делает процесс электроснабжения города и республики более надежным и качественным.